Выехавшие на место происшествия сотрудники отдела полиции по Ленинскому району вначале были, мягко говоря, шокированы. На подведомственной им территории произошел инцидент времен 90-х. Неизвестные люди в масках расстреляли в упор мужчину. На месте происшествия было обнаружено два транспортных средства. Первый это ВАЗ-21114 стоял вон там. И вторая Hyundai Sonata, которая находилась здесь. Внутри указанной машины находился предположительно человек известный. Но, насколько мне известно, на тот период времени он был жив. После этого указанное лицо было извлечено из машины и помещено в автомашину скорой медицинской помощи, где, как впоследствии было установлено, он скончался. Все лица, которые предположительно произвели по нему выстрелы, также находились здесь. Первое огнестрельное ранение Дадаев получил еще вот на том повороте. Проехав несколько метров, он столкнулся с автомашиной оперативников ВАГО и ПЭ. Затем еще, проехав несколько метров, видимо, уже в бессознательном состоянии, врезался вот в этот забор. И здесь, по словам очевидцев, он получил еще несколько огнестрельных ранений. При этом, как утверждают свидетели, подбегающих к нему людей с оружием, Дадаев просил не стрелять и что он сдается. Мы получили десятки звонков возмущенных граждан. Безоружный человек поднял руки и сказал, что я сдаюсь. В это время люди в масках стреляют в него в упор и добивают вторым выстрелом сердца. Значит, это преступление. Преступление совершили сотрудники Савропольского УВД, привлекая незаконным путем сотрудников, прикомендированных сотрудников ВГПО, поскольку они не являются субъектом оперативно-разысляной деятельности, среди белого дня, в оживленном месте, в Грозном. Методы действий похожи на киллерские. Женщина-медработник, она попыталась подойти, оказать медицинскую помощь, ее не подпустили. Мы подготовили обращение в адрес министра внутренних дел Российской Федерации, генеральному прокурору, председателю комитета, следственного комитета Российской Федерации, чтобы тщательно провели служебное расследование и иное расследование в рамках УПК для установления вины данных сотрудников, в кавычках, с позволения сказать. И будем его контролировать до конца. На момент осмотра состояние баспадавшего крайне тяжелое. Нами были начаты комплекс реанимационных мероприятий по стандартам оказания неотложной медицинской помощи. Неизвестно, сколько было потрачено времени с момента получения травмы до вызова в станцию скорой медицинской помощи. Возможно, если бы была скорая вызвана раньше, нам бы удалось спасти жизнь пострадавшего. Убитый Джамбул Дадаев – уроженец Натеричного района. 43-летний бизнесмен жил и работал в Ставрополе. Недавно в ходе ссоры он нанес ножевые ранения своему оппоненту, из-за чего находился под подпиской о невыезде. По поводу этого инцидента, который произошел буквально в прошлом году, Хундача, Церихилдул, Юпмет, Сюли, Муаммад, Манаски, Олцынох, не сделали Хундар по работе изначально. Убитый Джамбул Дадаев – уроженец Натеричного района. Уже установлено, что стрелявшие из Джамбулата Дадаева сотрудники Ставропольского УВД, а сопровождали их военнослужащие и временные оперативные группировки. Прямо с места происшествия их доставили следственное управление Следственного комитета Почтенской республики. Побывавший на месте происшествия министр внутренних дел Руслан Алханов в тот же момент доложил о ситуации главе республики. Дело взято под личный контроль Рамзана Кадырова. Предварительный анализ документов, которые были представлены сотрудниками полиции из другого субъекта, показал, что сама операция была проведена с грубыми нарушениями действующих федеральных законов. Мне доложили, что Следственным управлением Следственного комитета России Почтенской республики возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц по статье 286 части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, в рамках которого будут проверены все версии. Каждому должностному лицу, который неправомерно принимал участие в этой операции, действием этих должностных лиц будет дана соответствующая оценка. Хочу заверить жителям республики, что Рамзан Ахматович не на шутку озабочен этим вопросом. С сегодняшнего дня, поскольку уголовное дело возбуждено, будут проводиться следственные и другие процессуальные действия. Хочу заверить жителям республики, никто из виновных должностных лиц не уйдет от заслуженной ответственности. То, что в Чечне появились оперативники в масках, которых здесь не видели со времен начала 2000-х, уже шокировало население. Руководство местного МВД считает неправомерными действия залетных полицейских. Были допущены грубейшие нарушения. По прибытии на территории другого субъекта должны были сделать отметку в отделах внутренних дел, с какой с целью прибыли. При проведении каких-либо оперативных мероприятий, проводить данные мероприятия совместно с сотрудниками местного отдела полиции. Кроме этого, сотрудник полиции не имеет права применять агрессорельное оружие при значительном скоплении граждан, если в результате его применения могут пострадать случайные лица. Ни одно из этих действий не было выполнено. Произошедшее в Ленинском районе Грозного активно обсуждается в соцсетях. Некоторые даже проводят родственную связь между задержанным по делу Немцова Зауром Дадаевым и Жамбулатом. Правоохранительные органы со всей ответственностью заявляют, что эти люди не являются родственниками. Свои домыслы некоторые из СМИ зачастую строят ради громкого заголовка. Однако глава Чечни Рамзан Кадыров предостерегает от преждевременных выводов и заявляет, что дело будет расследовать с особой тщательностью. Преступники и в вагонах бывают, и без вагонов. Последнее преступление, которое совершено, я вчера дал четкое поручение Дону прокурору, следственному комитету МВД и ФСБ, чтобы наказали по закону тех людей, которые выполняли заказ богатых людей. Как так можно задействовать Дону, ОПД, Группу Дону, Ставрополь, Раскидан, и СОБР, ОМОН, все структуру ханковей за деньги достал. Я этого не знал. Так не бывает. На нашей территории такого не будет. Те, кто думают, они ошибаются. Я не должен знать, что они были дороги, но хотели забить за порядок. И в те времена, которые до встречного года прошли, кому-то захотелось сделать результат, забрали чеченцев и убили. Такого не будет. Мы требуем законам таких людей наказывали. И мы этим занимаемся, и будем заниматься. И все должны знать, что на территории Чеченской Республики главенствует закон. Я вам в целом заявляю, если без вашего, ведомо вашего, на вашей территории появляется, не имеет значения, будь он москвич или староборчан, с нами должно считаться. Мы не имеем права выезжать элементарно на территории Кушетии, проводить против террористов и экстремистов мероприятий. Если выехать из его своего территории, то должны контролировать. Приехал в масках, в касках, значит, они преступники. У нас 21 век. Хватит нам. Уничтожали нас, оскорбляли, унижали. Мы не для этого принимали конституцию, законы, чтобы к нас убивали. Конколат не имеет права, ведь министерство, ну там, по Чеченской Республике, мы и я, по мероприятиям. И так они не проводят. Я давно не слышу этих показателей. Мы уверены, что их накажут по закону. Заказчиков посадят, исполнителей посадят. Для этого у нас есть компетентные органы, которые знают свою работу. Между тем, Джамбулата Дадаева и соседи и знакомые характеризуют как порядочного и справедливого человека. Грозно он переехал всего 8 месяцев назад, но уже успел заслужить уважение. Ну, он с мамой стоял и просто сказал так, что если когда надо будет, обращайтесь, мы за вас защитимся. Возможно, уже очень скоро у следователей появятся официальные версии случившегося. Часть третья статьи 286 Уголовного кодекса предполагает наказание лишением свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Следственному управлению заявляют, от ответственности в этом деле никто не уйдет. Луиза Андеева, Таймир Хаджиев, Ибрагим Налаев. Новости.